дорогие друзья всем огромный привет из санкт-петербург как и говорила я уже приехала здесь замечательная погода моё любимое питерское синее небо без облаков я обожаю просто сегодня хороший солнечный летний день сейчас я иду на прогулку и по делам санкт-петербург мне нужно купить подарок для сына моей подруги на пойдемте в общем какие сегодня планы прогуляться посмотреть как живет главная улица вернее главный проспект питера а именно невский хочу съесть какой-нибудь сегодня вкусное мороженое и еще сегодня мне нужно купить подарок для сына моей подруги потому что она не захотела отмечать выпускной в москве его и говорит можно мы приедем к вам и вместе с вами отметим здесь праздник завтра мы еще идем на концерт дима билана и будем в общем здесь гулять отдыхать с ней все будем снимать все вам показывать потому что у нас много планов и я всегда с радостью встречаю здесь со своими московскими друзьями кстати с ксюшей мы и танцевали я в прошлом еще профессиональной танцовщицы но ксюша как-то творчеством закончила стала хорошим юристом но мы до сих пор дружим то что творчество она конечно объединяет я хочу показать вам один секретный дворик на полтавской улице люблю сюда заходить особенно когда жарко сюда можно прийти и в теньке отдохнуть и погрузиться в исторический ансамбль санкт-петербурга здесь конечно немного трешова но интересно там раньше хранили еду холодильников же не было вообще мне здесь нравится именно что это самый центр но здесь вот есть такие лавочки кто-то даже сидит здравствуйте вот можно прийти и отдохнуть в тишине потому что допустим на невском очень шумно на полтавской тоже в общем то весь вот такой оазис хотя все требует реставрации реконструкции до облупленный дом но с внешней стороны он вполне себе ничего выглядит это вот здесь со времен войны видимо не делался ремонт это подозреваю кстати расскажу вам про свой сегодняшний наряд я надела новые очки джимми чу показывала вам магазин оптики шарм-эль-шехи вот там можно такие себе приобрести я давно хотела какие-то вот авиаторы но чтобы они были не конкретно прям авиаторы как у полицейского а такие стилизованные и вот эти коричневые стекла я уже писала об этом своем телеграм-канале так что подписывайтесь точно подписанному телеграм-канал что вот этот мягкий коричневый цвет стекол делает картинку мира более киношной такой мягкой очень приятный на мне футболка это юникло еще старые запасы джинсы резерв а кроссовки очень удобные кстати рекомендую вам вот этот бренд обувной эль темпо испанский очень удобные и здесь несколько цветов поэтому я их могу сочетать с разной одеждой и со мной как всегда мой любимый рюкзак бимбо и лола он очень легкий спасибо тем кто кстати в телеграм-канале меня поддержал в идее купить его здесь тоже несколько цветов можно сочетать с разными вещами летом для меня рюкзак это самая лучшая сумка мы пойдемте дальше пойдемте на невский надо сказать что санкт-петербурге очень много таких дворов и я тут ходила не снимала правда у нас были съемки я была на васильевском острове и там такие дворы на то отдельно ехать тоже показывать все потому что ох там вообще мрачно мрачно балабановщина очень много людей сейчас кстати наступает время белых ночей очень будет много туристов ну естественно здесь как всегда на площади вернее это не площадь восстания это метро площадь восстания здесь вот бабушки продают всякие пионы например красиво сколько тут тысяч рублей 5 штучек красиво ладно будем знать ой пионы я даже кстати не знала что уже пионы появились обожаю эти цветы кстати снимали проект которого я вам рассказывала для екатеринбурга потом вам покажу когда уже будет готово все сейчас будем доделывать тоже все это санкт-петербурге и песня называется пионы я сейчас смотрю пионы когда вы снимали еще пионы не сезон был это незабудки до незабудки сирень все что у нас на даче растет и ландыши уже появились появились лужский а сколько стоит ландыши 300 аромат да но я на обратном пути спасибо как все вкусно пахнет конечно я всегда предпочитаю с невского уходить потому что толпы людей все жарко но мы сейчас все равно хотим прогуляться посмотреть вообще чем живет невский пойдем в пекарню синабон там по идее должно быть вкусное мороженое не факт что она там есть в москве есть кордор вот эти шокобоны булки сладкие мне кажется здесь нет мороженого аппетитный да ну мы же хотели мороженое мороженое в ассортименте в москве написано что это кордор но вкусное по виду это она фисташка не очень большой выбор на невском конечно но я думаю что что-нибудь выберем да сейчас будем кушать мороженое и и попробуем одну булочку вот это я понимаю и мороженое и булочкой вот эти булки они пропитаны и очень хорошо конечно вкусные но супер калорийные мороженое сейчас попробую скажу вам не нравится подача здесь креманках а мне кажется это не кордор потому что мы с мамой когда были синабоне в москве по моему 100 200 рублей шарик надеюсь 105 ну и стук в питере дешевле ну и попробую булочку хоть она и не моя никто не разрешал но я потому что все ради вас не дожди подожди лень ну давай не надо я не хочу есть эту калорийную бомбу но я должна для вас попробовать ну конечно что говорить булка это очень вкусно с орехом очень вкусно как раз перед этим сезоном перед пляжем а мы подошли к фонтанке стою на анечка у мосту здесь так вкусно пахнет знаете прохладой вот этой влажностью рекой очень вкусно правда и в этом году мы обязательно съездим на катере вот типа вот такого катера можно взять в аренду за 5000 в час это очень красивая экскурсия очень интересная сегодня меня спросили почему я не люблю вот кататься над речных трамвайчиков потому что там очень много людей но это ладно но там постоянный идет голос записанный экскурсовода а для меня это как белый шум не это мешает наслаждаться городом видами я я хочу быть в тишине вот так так обязательно нужно зайти в книжную лавку писателей и например купить себе какую-нибудь книгу или не купить запах бумаги великолепный великолепный есть какие-то вот новинки книг а еще в этом магазине очаровательное кафе можно попить кофе чай есть пирожное а также здесь продают кондитерские изделия с изображением достопримечательностей санкт-петербурга твой любимый тургенев 100 рублей в общем в этом магазине помимо новых книг еще целый зал книг был бы так сказать совершенно разного здесь целое собрание сочинения тургенева 100 рублей это нет мне кажется да это не был тогда тем более подпись из-за океана то есть это был магазин сан-франциско ничего себе надо что-нибудь купить я прошлом году тоже узнал эту историю такой а уже в прошлом году это было до 1 контейнер а он русский по происхождению подарок белая я тоже узнала о том что распродает второй контейнер так здесь я смотрю и пластинки тоже юрий антонов крыша дома твоего да петр чайковский опера в четырех действиях чародейка садко да спасибо что рассказали то мы бы и не знали вот так вот подарили санкт-петербург начал что-то купить по 100 рублей поддержать так сказать книги сан-франциско в общем я купила за 200 рублей шалом алейхима третий том но здесь я купила шалом алейхима потому что я его не читала этого писателя еврейского и я посмотрела что здесь рассказы посвящены актерам и театру а мне это близко интересно просто для общего развития понять вообще кто такой шалом алейхима потому что кстати в москве даже недалеко от малой бронны есть памятник шалом алейхиму где-то там недалеко от синагоги я каждый раз думаю а ведь мы совсем даже и не читали ничего из шалом алейхима сейчас мы зайдем с вами в императорский фарфор посмотрим красоту я вас не прищемила есть единственное что вот не вот этот очень нравится набор просто обожаю потом разных цветов есть сейчас розовый вот такой голубой красиво можно все отдельно покупать юлия чистякова это художник по росписи фарфора мне больше всего нравится вот в красном цвете каждый раз я хочу себе купить чашку с блюдцем но понимаешь нас и так полно всего в том числе и из невского ой из императорского фарфора тоже очень красивая коллекция да вот эта классика императорского фарфора кобальтовая сетка называется я захотела купить воды и мы на невском напротив гостиной двора зашли в аптеку оказалось это первая гомеопатическая аптека санкт-петербурга основанная в 1833 году и мы идем наверх кукол калюста как интересно гомеопатическая интересно она сейчас гомеопатическая она здесь продается кстати обмен я визурия аж французская косметика биодерма аптека большая это понимаю что она не гомеопатическая может быть в том числе а здесь гомеопатическая сейчас аптека а тоже да как как и было мы прочитали зашли просто в аптеку оказывается очень много здесь гомеопатических средств продают в этой аптеке чего только нет помимо гомеопатии еще есть лифт можно на лифте прокатиться я поехала в лифте это очень удобно для многих людей сами понимаете да первая гомеопатическая аптека 1833 году она была основана находится она прямо напротив гостиного двора здесь продается мороженое кордор но мы уже его съели сына бони сниму вам атмосферу невского очень много людей вот сейчас будет становиться больше и больше потому что помимо того что люди ходят туда-сюда по делам жители санкт-петербурга естественно все туристы идут первым делом на невский здесь конечно есть на что посмотреть очень много красоты то я рекомендовала бы сворачивать рекомендовала бы но сама здесь еду как-то нелогично да кстати отличие еще от москвы санкт-петербурга тем что здесь постоянно раздают какие-то листовки куда-то зазывают москве этого нет совсем у нас это запрещено я никаких зазывал на улице никаких листовок не раздают ну по крайней мере если вы где-то видели то я очень сильно удивлюсь вот лучше сворачивать с невского куда-то вот туда потому что там не так людей много но нам просто нужно дойти конец невского наоборот сначала сначала до спас на крови еще находится состояние реставрации это канал грибоедово за мной там кусочек видно казанского собора очень приятно около воды вот здесь в жару отлично спасает большое количество рек и каналов в санкт-петербурге так что не бойтесь приезжать летом приезжайте не так же здесь и жарко к воде подошли и уже так хорошо прохладно замечательно здесь очень красиво тоже сейчас идем на вокзал в вокзале кстати много всего интересного показывала также в телеграме что там есть магазин очень вкусного кронштадтского зефира это самый вкусный зефир который я все когда-либо ела и там вот такое количество и даже думаю сейчас взять потому что завтра все-таки к нам приедут гости и а можно будет тоже их угощать и взрослым и детям он нравится очень очень вкусный пойдемте на вокзал мы не уезжаем просто хотела сказать мы здесь живем здесь на вокзале тоже есть чем заняться подарки сувениры кофе попить можно фирменный магазин крупская вот сюда раньше мы заходили фирменный магазин невские звезды это я вижу впервые мы как-нибудь туда тоже зайдем сувениры здесь кстати есть магазин подружка кому надо косметику например и вот этот магазин кронштадтского зефира он находится самом углу в закутке что его даже не заметишь вот кондитерская фабрика кронштадтская обратите внимание и вот мы заходим в зефирный рай здравствуйте пахнет здесь вкусно очень много разного зефира я хочу какой-нибудь вкусный да небольшую да какой-нибудь так вот мужчину серьезно с вкусом апельсинов а глазированный давай попробуем есть со вкусом мята за вкусом ананаса такой вот есть зефир итальянский десерт тоже я его привозила вот в москву всем очень понравилось и вот этот зефир тоже я привозила blue curacao тоже очень вкусный вот такой вот шоколадная фондю как-то нам не так сильно понравился тоже я привозила его магазин очень большой здесь выбор огромный и зефир очень вкусный помимо зефира здесь еще есть пастила пастила я кстати не пробовала при заключении этого видео я покажу вам что я купила в качестве подарка для сына моей подруги ему всего 6 лет у него выпускной из детского сада я по-моему не сказала об этом в начале видео и я подумала что же можно подарить мальчику который любит в том числе корабли и решила что будет символично купить ему в детском мире вот такую модель крейсера авроры мы завтра планируем пойти на экскурсию на сам крейсер нас обещали даже провести без очереди и я думаю будет ему приятно получить такую модель это коллекционная металлическая модель здорово выглядит здесь есть еще инерционный механизм я думаю что ему будет очень интересно в это в том числе играть и он увлекается корабликами продается в детском мире и стоила она совсем недорого всего 1000 рублей конечно к этой модели я еще приложу конвертик с деньгами и вот такой вот взяла я кондитерскую сладость зефир кронштадтской фабрики апельсиновый шоколадной глазури здесь полкило и кстати здесь тоже изображен кораблик ну и конечно же ребенка нельзя обделить взяли детское шампанское не нашли символикой мальчуковый но пускай будет такое во вкус вилле продается детское шампанское малиново-барбарисовый напиток на фруктово-ягодных соках и настоях так что ждем гостей и увидимся с вами в следующем видео очень скоро всем спасибо за просмотр до свидания